Волейболисты университета уверенно выиграли свою конференцию в Восток, а Запад подался студентам МГТУ. Лучшие команды попали в финал восьми, где болельщики и увидели студенческое дерби. С первых розыгрышей между командами завязалась серьезная борьба. К середине сета счет был равным 14-14, затем университет заработал 4 очка подряд. Хозяева дважды были удачными на блоке. Первый сет барнаульцы выигрывают 25-20. Я очень доволен, что в концовках партии мы всегда оказывались лучше. Это очень здорово. Во-первых, морально-волевые качества ребята показали хорошие. А во-вторых, это хороший запал, что и подтвердила последняя игра. Вторая партия вновь началась на равных 4-4-7-7. Но затем гости совершили ряд ошибок, а барнаульские студенты выиграли сет. К решающим розыгрышам команды подошли при равном счете 23-23. Университет смог воспользоваться вторым матчболом и довел встречу до победы 25-24. Итоговый счет первого матча 3-0. Мы знаем, что мы идем сейчас на первом месте, и на лидера все настраиваются по-особенному, скажем так. Ну и, естественно, вот в сегодняшний день это показало, что где-то мы вели-вели-вели в концовках и не хватило. Я думаю, что сегодня больше повлияло огромное количество наших ошибок. Видимо, плохо. Со временем справились пока еще, не перестроились. И завтра будет новый день, посмотрим, как будет. Но ответную игру, видимо, сказалась разница в часовом поясе. Гости все-таки победили, как и сам матч 3-0. Московские студенты забирают важные очки. В турнирной таблице игроки из столицы России остались на первом месте. Барнаульцы на втором. Следующие игры университет проведет на выезде 23 и 24 марта против подмосковного ЦСКА. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.